Президент пожелал министрам не спать, а работать. Глава государства сегодня принял участие в церемонии принятия присяги некоторыми чиновниками на Конституцию. Они поклялись выполнять свои обязанности честно и ответственно. Так, на место министра иностранных дел пришел Чингизайдар Беков. Он сменил ушедшую работу в Улдаево. Азамат Джаманкулов возглавил Министерство культуры после кончины его прежнего руководителя Султана Джумагулова. И Улубек Кочкоров стал министром труда и социального развития. После скандального увольнения всего начальства этого ведомства во главе стал Айкуль Исакуновой. Глава государства отметил, что все три новых министра являются молодыми, но опытными государственными служащими, когда и возраст, и опыт позволяют с большой энергией работать на благо страны. «Надо меньше спать, а больше работать. Только неустанным трудом мы сможем завоевать авторитет. Присягу принесли молодые люди, которые уже познали горечь и силу госслужбы. Мы долго и много обсуждали проблемы социального развития. Испытания перед вновь назначенными молодыми министрами впереди. Не забывайте и во время работы, и после ухода с должности о том, какую присягу вы принесли». Сколько школ и детских садов не хватает Кыргызстану и как правительство намерено решать эти проблемы? Сегодня парламентарии заслушали отчет Кабинета министров о ситуации с учебными заведениями. Парламентарии высказали чиновникам целый ряд замечаний по учебным заведениям. Народные избранники рекомендовали членам правительства ускорить работу по строительству школ и детских садов. Нередко проблемы связаны не с нехваткой средств, а с банальной бюрократией. Подробности в нашем следующем сюжете. Правительство обещает решить проблемы с дошкольным образованием, созданием дополнительных кружков. Об этом сегодня на заседании парламента рассказала вице-премьер Алтанаева Мурбекова. На сегодняшний день в стране насчитывается около 680 тысяч детей в возрасте до 6 лет. Примерно 400 тысяч из них не посещают садики. В этой связи необходимо построить около полутора тысяч новых дошкольных учреждений. Чтобы временно компенсировать нехватку детских садов, правительство обещает задействовать библиотеки. Для увеличения охвата детей дошкольным образованием на площадке библиотек организованы образовательные кружки. По стране у нас 1050 библиотек. Сейчас такие образовательные кружки организованы в 9 библиотеках. В 2019 году мы планируем устроить такие площадки еще в 40 библиотеках. Что касается возвращенных детсадов, вернуть удалось 209 садиков. Из них работают 177. На сегодняшний день в 199 садиках находятся госорганы. Но в некоторых районах их некуда переселить. Да и те здания уже пришли в ветхое состояние. Поэтому будет лучше, если детям построят новые здания. Вопрос строительства у депутатов тоже вызвал много нареканий. Во многих селах страны жители жалуются, что в их населенных пунктах нет садиков. Не хватает школ. Жители этих сел сами стараются решать свои проблемы. А это, по мнению парламентариев, опасно для детей. Вы сказали, что поддерживаете метод Ашара при строительстве школ. Я считаю, это неверной позицией. Садики и школы должны соответствовать с НИПом. Образование детей сегодня самое важное. Дети учатся в школах, здания которых признаны аварийными. В 2015 году таких школ было 11. Прошло 3 года, а дети продолжают в них учиться. Кто разрешает вести учебный процесс в таких зданиях? Кто будет отвечать за безопасность детей? Чиновники заверили, что рассматривается возможность консервации таких учебных заведений. На сегодняшний день в стране есть две школы, здания которых были построены еще в 19 веке. И там до сих пор идут занятия. Уже разработаны соответствующие проекты. В части документации у законодателей тоже немало замечаний. Нередко даже когда есть средства на строительство, работы не ведутся. Народные избранники заподозрили чиновников в намеренном затягивании работ. Если за проект берется частная компания, они очень быстро завершают его. Ваши государственные фирмы постоянно затягивают работу. Почему частные проектировщики могут работать быстрее? Это что, специальное затягивание работ? Я вас прошу ускорить эти работы. Примите меры. Чиновники признали, что недостатков в работе правительства и подведомственных организаций еще очень много. Все замечания депутатов, члены правительства обещали учесть. Игорь Потанин, Норбек Копаров, НТС. Нашелся виновный в крушении вертолета Минобороны, которое произошло в горах этим летом. Военная прокуратура закончила расследование уголовного дела и в ближайшее время направит материалы в Первомайский район и суд Бишкека. Из всех, оказывается, кто имел отношение к полету, обвинение предъявили лишь пилоту третьего класса с инициалами ЭБ. Следствие решило, что именно он виноват в крушении воздушного судна. При этом летчика-инструктора, командира войсковой части 23625, Сапаралибек Мурзаева, следователи признали потерпевшим. В военной прокуратуре информацию подтвердили и сообщили, что причины и виновного в падении Ми-8 МТВ выявили. А вот в часе того, кто был на борту и кто дал разрешение на полет, следствие продолжается, отметили в надзорном органе. Вертолет, напомним, потерпел крушение в горах Южного Энельчека. Генштаб тогда заявил, что авария произошла во время спасательной операции. Из-за сильного бокового ветра при посадке вертолет завалился на левый бок. Почти 90 миллионов сомов государство потеряло вследствие январьской аварии на ТЭЦ. Эту сумму накануне на заседании парламентского комитета по правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции озвучил заместитель начальника главного следственного управления ГКНБ Самидин Улу Сагенбек. По его словам, она сложилась из нескольких показателей. Так, основная часть средств была потеряна из-за перерасчета абонентам оплаты за отопление, которого не было в домах бешкекчан в течение почти недели. В результате 77 миллионов 660 тысяч сомов недопоступило в Бешкек теплосеть. Еще 3 миллиона сомов были выплачены в качестве компенсации за повреждение систем отопления, вызванной аварией и за сверхурочную работу сотрудникам предприятия. На устранение последствий аварии на самой ТЭЦ ушло 12 миллионов сомов. По электрическим станциям рассчитано, что на ликвидацию аварии ушло 8 миллионов 887 тысяч сомов. Подозреваемая в продаже новорожденных на свободе гинеколога столичного центра семейной медицины номер один выпустили на свободу. По информации правоохранительных органов, женщина сегодня находится под подпиской о невыезде. А статью в ее отношении переквалифицировали в халатность. 7 сентября, напомним, 8 врачей были задержаны в Бешкеке по подозрению в продаже детей и проведении незаконных абортов. Тогда сообщалось, что трое из них работали в центрах семейной медицины номер один и номер восемнадцать, а также в роддоме номер четыре. Правда, в СИЗО водворили только пять из них. По этому резонансному случаю возбудили три уголовных дела по статьям незаконное производство аборта, торговля людьми и подделка поддельных документов. Очередную амнистию заключенных предлагается провести в Кыргызстане. Досрочные из мест лишения свободы хотят освободить осужденных, имеющих серьезные заболевания, пожилых и, наоборот, несовершеннолетних. Инициативу, приуроченную к 70-летию всеобщей декларации прав человека и 80-летие памяти жертв политических репрессий 1938 года, вынесли депутаты. Так, среди потенциальных амнистированных значатся инвалиды, мужчины старше 60 и женщины старше 55, совершившие нетяжкие преступления. Те, кто отбывает наказание за тяжкие и особо тяжкие преступления, под амнистию не попадут, пояснили авторы документа. Адвокаты отныне будут иметь доступ к любым материалам дела, даже если они касаются государственной тайны. Такое решение приняла накануне Конституционная палата при Верховном суде. Ее представители, рассмотрев этот вопрос, постановили, что недопуск защитников к подсудимым, обвиняемым в раскрытии государственных секретов и шпионажа, противоречит Конституции, в которой говорится, что юристы должны исполнять служебные обязанности беспрепятственно. Ранее защитникам запрещали изучать материалы дел, касающихся госсекретов, в итоге приводило к тому, что обвиняемые оставались без адвокатов. По задумке, уже трудоустроившиеся за границей размещают свои фото с места работы с хэштегом «Саламмигрант» и дополняют ее комментариям с практическими советами, позволяющими избежать нарушения миграционных правил. По данным российской парламентской газеты, за последние 9 месяцев текущего года на заработки в Россию уехало почти 250 тысяч наших соотечественников. Это официальная цифра, которая существенно отличается от реального количества. Сюда не входят те, кто уехал ранее. Кыргызстан, к слову, занимает четвертое место в списке государств по количеству уехавших на заработки в эту страну. Больше всего туда прибыло мигрантов из Узбекистана – полтора миллиона человек. Далее идут таджикские граждане. Работу в этой стране нашли почти 800 тысяч выходцев из этой страны. Вторая жизнь рудника Макмал может начаться в случае, если для разработки месторождения будет найден инвестор, поисками которого с сегодняшнего дня вновь занялся Кыргызалтын. Его центральный аппарат открыл прием заявок о всех желающих продолжить добычу золота на Макмале в формате совместного предприятия на базе филиала комбината «Макмал золото». Принимать заявки будут в течение 30 календарных дней. Добыча на руднике, напомним, началась в 1986 году с расчетом на 10 лет, но работы там продолжались до этого года. Карьерные запасы золота практически истощились к 2003 году, и предприятие перешло на подземный способ отработки запасов рудника. Однако в силу устаревшего оборудования и других факторов филиал являлся убыточным. Между тем, у рудника есть два месторождения, запасы золота на которых, по предварительным данным, высокие, но там необходимо провести доразведку. И пока на этом все. Всего доброго и до встречи в эфире.